ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ По этой квоте возможно поступление без вступительных экзаменов, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности для героев Российской Федерации и их детей, родитель которых погиб либо получил заболевание в ходе СВО. По словам Александра Бибика, конкурс в рамках отдельной квоты, конечно, будет, но ниже, чем поступить на общих условиях. В прошлом году мы злочислили не более 29 таких человек. То есть это не говорит о том, что именно все ребята, как часто такое мнение заблуждающееся есть, что они отнимают бюджетные места из общего конкурса. На самом деле это не так. Это отдельная квота наравне с целевой квотой и с особой квотой. Помимо этого, правила приема были изменены и для поступления абитуриентов по общему конкурсу. Пожалуй, особо сильно это касается поступающих по целевой квоте. Теперь для того, чтобы поступить в ВУЗ по этому треку, необходимо уже сейчас позаботиться о своем будущем, так как на сегодняшний день уже ведется активная подача предложений от работодателей. Если вы, можно сказать, взаимодействуете с работодателем и ваш работодатель пока еще не разместил заявку на портал работы в России, то нужно об этом ему сказать, нужно поторопить, потому что до 10 числа, если этого не будет сделано, то абитуриент не сможет участвовать в целевом конкурсе, потому что его не будет, потому что нет предложений. Поэтому все поступления и допуск в целевой конкурс только по предложениям портала работы в России. С 20 июня у абитуриента будет возможность откликнуться на заявку, на предложение работодателя, подав заявку на целевое обучение. Напомним, что 1 мая вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в закон об образовании в Российской Федерации, в целях реализации которого издано постановление правительства Российской Федерации о целевом обучении по образовательным программам среднего, профессионального и высшего образования. В этом году Казанскому федеральному университету выделено 7 499 бюджетных мест для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Аделина Драхманова, Александр Антонов, Универ Новости. Субтитры создавал DimaTorzok